Проблема, которая беспокоит жителей дома номер 5 на улице Белла Куна – организация автопарковки возле школы. Образовательное учреждение – одно из самых больших в городе. Здесь учатся около 6 тысяч учеников. Подъезжает каждое утро огромное количество машин, родителей, которые высаживают детишек и, соответственно, после обеда или вечером забирают их обратно после школы. Единственное место, где можно высадить этих детей – это наш двор, который абсолютно не приспособлен под пропускную способность такого количества автомобилей. В соседнем дворе ждут реконструкции детской спортивной площадки, которые давно не соответствуют нормам безопасности. На этом поле проходят жаркие дворовые спортивные баталии. Футбол и другие командные игры любят и ребятня, и взрослые. Два вопроса, которые беспокоят жильцов – новое покрытие и ограждение по периметру, чтобы дети в безопасности занимались спортом. Отсутствие обратной связи и низкое качество предоставляемых услуг. Администрации Симферополя подготовлена программа реформирования жилищных компаний. Мы подготовили программу, до конца года ее реализуем и уверены, что со следующего года все предприятия жилсервисов, которые относятся к муниципальным, будут выполнять работу на более качественном уровне. Депутат Государственной Думы Константин Бахарев заверил, что любые предлагаемые изменения будут учитываться и обсуждаться с местными жителями. Мы каждый проект будем презентовать людям предпроектные решения, согласовывать с ними, оформлять это все решением общего собрания жильцов дома. Уполномоченные лица будут подписывать эти протоколы и только потом на них будут выделяться средства. Ну, от нас, с нашей стороны, конечно, жесткий депутатский контроль за сроками и качеством выполнения работы. Часть программ реализуют до конца года, а завершение крупных проектов, которые требуют больших финансовых вложений, планируют в следующем году. Дауд Чахалов и Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.